В республиканском центре оглашен приговор обвиняя он в совершении преступления, вызвавший широкий общественный резонанс. Путем обмана из-за употребления доверием мошенники вынудили 90-летнего участника Великой Отечественной войны отдать им все сбережения. А это более полутора миллионов рублей. Даже спустя полгода Николай Степанович с болью вспоминает события того октябрьского дня. Ветерана попросили о помощи и он действительно помог, но вот только последствия оказались самыми печальными. И вот я поддурился, поверил выручить, значит, ну и думаю, этот же сказал, что 2 миллиона уже перечислил майку и живыми миллион. Ну, думаю, это какая-то страховка. И подумал, а не кукла ли здесь? Бросил все на столе, стул подставил, подхожу, достал. Господи, я чуть не упал в обморок. Перевязка на каждой из двух. И прямо написано для приколов. В результате изучения записей с камер видеонаблюдения, установленных вблизи мест, где пенсионеры обналичивали сбережения, сыщики установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Проверка государственных сонных знаков показала, что владельцем данного транспортного средства является один из автосалонов, расположенных в городе Москве. Представители автосалона по предъявленным видеозаписям опознали двух клиентов, которые на следующий день после совершения преступления в Майкопе сдали указанную машину, но арендовали другую. В дальнейшем удалось установить, что мошенники находятся на территории Владимирской области. В последствии, в результате специальной операции, фигуранты уголовного дела были задержаны. В сессии удалось отследить банковские операции, связанные с перемещением похищенных у ветерана сбережения, и вернуть их законному владельцу. Значит, там сколько было? Одна, пятьсоттысячная, две, по сто тысяч. Рассмотрев все собранные доказательства, Майкопский городской суд приговорил каждого из обвиняемых к трём с половиной годам лишения свободы, условно, со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Далее. В Майкопе рабочая группа общественного совета при Республиканском МВД по мониторингу и безопасности дорожного движения провела проверку поступивших на дорожную интерактивную карту сообщений. Всего на этот сайт обратились восемь жителей Адыгея. О результатах рейда рассказывает Вадим Агарков. Первая проверка поступивших от граждан сообщений состоялась ещё летом 2015 года. На этот раз участники мероприятия посетили несколько мест, которые майкопчане отметили на интерактивной дорожной карте. В основном суть жалоб заключалась в неудовлетворительном дорожном покрытии по улице Пржевальского и обустройстве пешеходного тротуара и остановке общественного транспорта по улице Пролетарской. Обратив внимание должностных лиц на устранение обозначенных недостатков, комиссия выехала для проверки ещё одной жалобы. Она заключалась в том, что в одном из проездов по улице Заводской отсутствует система отвода сточных вод. После обильных осадков там образовываются большие лужи, которые доставляют гражданам трудности. Этот участок был обозначен проблемным на интерактивной дорожной карте в Адыгее одним из первых. Представители комиссии по мониторингу вместе с госавтоинспекторами, специалистами из городской администрации и собственниками дорог выработали комплекс конкретных мер по устранению имеющихся недостатков. И на момент выхода в эфир этого сюжета стало известно, что по всем обозначенным вопросам уже проводятся все необходимые работы. Более подробно об их результатах мы расскажем в следующих выпусках программы. Вадим Агарков, Вячеслав Коробков, программа Вести, дежурная часть. В МВД по Адыгее состоялась пресс-конференция для представителей СМИ Республики. Тема – профилактика мошеннических действий в отношении пользователей сотовых телефонов и банковских карт. Несмотря на масштабную разъяснительную работу, которую ежедневно проводят сотрудники полиции Адыгеи, в Республике продолжают регистрироваться мошенничество данной категории. В прошлом году следователями МВД Республики по территории Республики Адыгея возбуждено всего 247 уголовных дел по рассматриванию видопреступления. Наибольшее количество, это 166 дел, приходится на город Майкоп. Почти 70% от общего числа всех преступлений. По мнению аналитиков, мошенники постоянно совершенствуют свое криминальное мастерство и воплощают в жизнь новые схемы хищения денег у граждан. Более подробно об этом на пресс-конференции рассказали специалисты в сфере высоких технологий. Серьезной угрозой стало появление большого количества троянцев, которые пытались получить на мобильных андроид-устройствах полный доступ. При этом главной целью киберпреступников по-прежнему оставались получения прибыли за счет пользователей. Сотрудники полиции подчеркнули, что необходимо регулярно обновлять антивирусные программы и осторожно относиться ко всем рекламным письмам и приложениям, а все персональные данные в обязательном порядке защищать паролями. И в продолжение темы небольшой социологический опрос, который провела съемочная группа программы «Вести дежурная часть». Если просят сразу оплатить, это не факт, что вам товар этот придет, потому что высылают там номер карты. Если ты не знаешь самого продавца, то ты не можешь ему оплачивать сразу. Даже не полный, не 100%, 50% это тоже большая сумма может быть, смотря что приобретаешь. Доверять сегодняшним продавцам очень-очень опасно. Через несколько дней наша страна отметит очередную годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Традиционно к этому событию в МВД по Адыгеи проводится масштабная подготовка. С особым трепетом к 9 мая относятся ветераны органов внутренних дел. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, они всегда остаются организаторами и участниками большинства мероприятий, приуроченных к этой дате. О том, какие планы у отставных блюстителей правопорядков в этом году, в интервью нашей программе рассказал председатель Совета ветеранов Азмет Хутес. В канун Дня Победы самое пристальное внимание полицейские и ветераны органов внутренних дел, конечно, уделяют участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. За каждым из них закреплены представители руководства МВД по Адыгеи и структурных подразделений. Обычно перед праздничными мероприятиями наши ветераны уделяют прежде всего внимание проверке состояния социально-бытовых условий наших участников Великой Отечественной войны. С этой целью они посещают их на дому, посещают тяжело больных наших ветеранов, оказывают им необходимую помощь, делают все для того, чтобы им жилось уютно и радостно. Предпраздничные дни значительно возрастает нагрузка на ветеранские организации по еще одному очень важному направлению в их работе. Это патриотическое воспитание молодого поколения. В этих целях мы посещаем и школы, и другие учебные заведения города и на местах для встречи с молодым поколением, для того, чтобы разъяснить значение и величие нашей победы и наших успехов в нашем государстве. Ветеранские организации правоохранительных структур всегда отличала сплоченность и единство. Тесные контакты, встречи, общения с коллегами из соседних и даже самых отдаленных регионов страны продолжаются на протяжении всего года, но в эти памятные дни они проходят как никогда тепло и душевно. Большую крепкую связь поддерживаем с соседями Кубани, ветеранскими организациями Кубани. Мы побывали в целях укрепления связи и дружбы с ветеранскими организациями в городе Севастополь. Были чуть раньше и в городе Волгограде. Этими посещениями мы очень довольны, удовлетворены тем, что мы смогли пообщаться с своими сверстниками, своими, как говорится, единомышленниками по ветеранскому движению, побывали в очень больших достопримечательных местах, которые связаны с защитой нашего государства, с отвагой и боевыми достижениями нашего народа, наших солдат. Все начинания ветеранов органов внутренней дела республики всегда поддерживаются руководством МВД по Адыге. По словам Азмета Консавича, он уверен, что очередную годовщину со дня победы действующие сотрудники полиции вместе с теми, кто ушел на заслуженный отдых, встретят достойно. В целом настроение как боевое. Настроение боевое. Настроение очень хорошее. Финансовая стабильность любого государства, выполнение им социальных обязательств перед гражданами во многом зависит от налоговых поступлений. Значительный вклад в обеспечение соблюдения законностей в этой сфере вносят сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. С начала текущего года сотрудниками этой службы выявлено уже около десятка фактов нарушения налогового законодательства. По семи из этих случаев следственными органами уже приняты процессуальные решения возбуждения уголовных дел. Общая сумма ущерба от этих преступлений составила около 50 миллионов рублей. Часть из этих денег уже возвращена бюджетой соответствующих уровня. Изъявили желание не быть привлеченными к уголовной ответственности три руководителя коммерческих организаций в отчетном периоде, которые в полном объеме погасили сумму причиненного ущерба бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. В настоящее время уголовные дела готовятся к прекращению в отношении вышеуказанной категории налогоплательщиков. К сожалению, значительная часть руководителей, допустивших нарушение налогового законодательства, возвращать укрытые средства не торопятся. В таких случаях материалы передаются в следственные органы и взыскивать их будут уже по результатам судебных решений. Одним из резонансных уголовных дел можно отметить уголовное дело в отношении коммерческой организации, ранее состоявшей на налоговом учете в Краснодарском крае. Перерегистрировавшись на территорию республики Адьея, она попала в поле зрения контролирующих правоохранительных органов. В результате проведенной налоговой проверки совместно с налоговыми органами была установлена сумма данныхчистных налогов свыше 18 миллионов рублей. При активном оперативном сопровождении данного уголовного дела в течение полутора месяцев предварительное расследование было завершено. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в Тахтамукайский районный суд для рассмотрения по существу. Но даже вынесенный обвинительный вердикт суда не на всех руководителей оказывает должное воздействие. В своей практике оперативники сталкиваются и с так называемыми налоговыми рецидивистами. Имеется в практике, есть у нас один налогоплательщик, мы его назвали налоговый рецидивист. Ранее он, будучи директором ООО, попал в поле зрения, был задокументирован. Значит, закончилось уголовное дело направлением в суд. Он был осужден, суд вынес обвинительный приговор. В последующем этот же гражданин в статусе индивидуального предпринимателя осуществляет деятельность. Также попал в поле зрения, материалы были задокументированы. Аналогично юридическому лицу там было 2 миллиона 300 тысяч и миллион 100 как качество индивидуального предпринимателя. Пока судебная практика в отношении лиц, совершивших налоговое преступление, особой жестокостью не отличается. Но тем, кто решается на такой обман, необходимо помнить, что наказание за него законом предусмотрено весьма суровое, до 6 лет лишения свободы.